Валерия Ильичевна, давно родился в зоопарке этот чудесный детеныш? В прошлом году, 2 сентября. Ну и как проходили роды и кто воспитывал его? Роды прошли нормально, но, к сожалению, мать не стала кормить малыша, и нам пришлось организовать круглосуточное дежурство, и малыша взяли на искусственное выкормление. Ну, это редкий случай рождения Рангутана в зоопарке? В нашем зоопарке это впервые и впервые в Советском Союзе. Уникальное произведение. Ну и как вы назвали его? Назвали его в честь воспитателей, которые с ним занимаются круглосуточно, его воспитывают Богданович, Колоскова и Клюквин. Вот первая их буква. И в честь отца его Берм. Значит, зовут его Бокки Берм. Очень хорошо. А кто его родители? Вот Берм – это отец? Берм – отец, Уай – мать. Отсюда? Суматранские. Оба и Суматр. Ага, так что оба, так сказать, соотечественские с одного острова. Ну и скоро его смогут увидеть посетители зоопарка? Не раньше, чем еще через полгода. Пока что, конечно, ему нужно быть только. Мы его очень, да, бережем. Конечно. Раз уж первый раз он должен вырасти хорошим. Да, наблюдаем за ним, оберегаем от всяких инфекций. Да. Круглосуточно с ним находится человек и находится он под ветеринарным и медицинским наблюдением. Ну, прелестная прическа у него, очень симпатичная. Чувствует он себя сейчас хорошо, нормально, растет, развивается нормально. Так что пока на сегодняшний день малыш чувствует себя хорошо. Пожелаем ему счастливого детства. Спасибо. От его имени и от нашего. Спасибо. Ну и как прошли первые дни ребенка? Первые дни ребенок провел вот в этой, в этом аппарате Кювезе. А, вот здесь. Да, вот в этом аппарате. А вот это его игрушки, он ими играет? Да, это его игрушки. Он сейчас уже интересуется игрушками и с удовольствием играет. Как для ребенка просто. Да. Стал забавный, активный и играет вот такими игрушечками детства. Вот интересуется даже ведущим. Да, очень хорошо. Да, выкармливать его, в общем-то, сложно. Для кормления разрабатываются овощные и фруктовые, и пюре, и соки. Да, ему даются витаминные подкормки, так называемые. Ну, значит, тут сложностей, естественно, есть. Ну уж, конечно, это тем более раз первый случай. Вот у нас уже вырос первый зуб. Вот не знаю, сумеет ли он нам показать свои зубки. Уже первый зубик не хочет показать. Второй зубик уже появился. Он хочет игрушки. Развивается нормально. Хочет с вами познакомиться. Малышечка наша. Ну, Малышечка, ну, покажись во всей красе. Вот такие, вот такие, вот такие. Иду. Голос как птичьи пение. Вот его такой голос. Хорошо. Хорошо. Смотри. Чурчик такой вырос. Ну, Малышечка, посмотри туда. Страшно. Много народа. Он уже знает своих, кто с ним все время занимается. Да. Своей маму он, конечно, не знает. Да. Но своих маму он не знает. Ни мамы, ни папы, к сожалению. Да. Мы не кладем. А вот чушь. Да, да, да. Пожалуйста. Товарищи с нами. Да, да. Сейчас работают. Вот, хотите пообщаться с ним, пожалуйста. Пообщайтесь. Вот, здесь. Вот, вот, вот. Ноги очень похожи на руки. Ну, да, кожа мягенькая. Недаром обезьян называют четвероруким. Так. Для того, чтобы он развивался нормально, ежедневно. С ним занимаются физкультурой, гимнастическими. Да, гимнастику проводит. И он охотно занимается физическими упражнениями. Вот сейчас как раз будет, настало время его кормления. Вы посмотрите, с каким аппетитом он уплетает овощное и фруктовое пюре. Да, спасибо. Мы желаем успехов в этом. Спасибо. Важных денег. Спасибо. Ежедневно подвергаем его медицинскому контролю, измеряем температуру пульс дыхания, приучаем его ко всем медицинским манипуляциям. Под строгим медицинским надзором? Под ежедневным. И зоотехническим, естественно, за кормлением, за развитием. За ним наблюдают наши специалисты зоотехники. Что? Ну что? Ну что? Что? Ну все. Все.